Всем привет! Сегодня у нас будет достаточно узкая, на мой взгляд, тема, потому что сегодня у нас пойдет речь про вот эти вот две штучки. Это ралли, который у меня первый появился, китайский, и мой опыт пользования им уже практически год. Ранее вы могли его наблюдать в этом ролике, где-то здесь или здесь вылезет ссылочка на тот видос, где я показывала, как я делала себе петлю на основе приложения FreeApps. И, в принципе, там по тайм-кодам можно посмотреть более-менее подробный обзор на вот это устройство. Какие были мои ощущения за все это время пользования? Я точно так же, как и все пользователи таких штуковин, конечно же, сталкивалась с проблемой отвала от самого приложения, когда петля вдруг не замыкается. И, если честно, я думала, что, ну, блин, может быть, устройство какое-то такое плохое, какое-то нехорошее, низкокачественно, может, сделано. Хотя по характеристикам такого, в принципе, быть не могло, потому что более-менее все стандартизировано, сделано, и такие проблемки возникают у многих. Но все равно в моей голове закралась мысля, что да, возможно, потому что это китайское устройство, оно, наверное, несовершенно. Ну, сравнить, собственно, мне было не с чем. Я как бы продолжала пользоваться. Поначалу я прям максимально фанатично тыркала само приложение. Когда я вдруг заметила, что петля вдруг разомкнулась, выдает какую-то ошибку, надо все это быстро починить. Таскала сам райлик обязательно где-то на себе, потому что думала, что из-за того, что я где-то его оставлю, то связь будет плохая. Ну, короче, сама создавала себе проблемы. В принципе, как обычно. Через какое-то время мне, в принципе, надоело таскать с собой, и я оставляла райлик где-нибудь в сумке, где-то в квартире. Короче, я не следила, где находится устройство. И к моему удивлению оказалось, что постоянное тыканье в программе с целью восстановить связь обязательно прямо сейчас реально того не стоит, потому что петля сама восстанавливалась спокойненько, если вдруг потеряется связь. И я вошла в более-менее расслабленное состояние и прекрасно начала понимать, как это все взаимосвязано, что нет никакой ошибкой связи, райлик находится рядом с телефоном или рядом с помпой обязательно. Все работает так, как должно быть. И чуть глубже поизучала эту тему, на что именно влияет связь, и уже понимаю в пределах, допустим, моей квартиры, да, куда положить, чтобы не было никаких совершенно проблем. Короче, через какое-то время я уже спокойно пользовалась этим устройством и бросала его там, где я понимаю, что все будет окей. Ну и не переживала за отвалы, потому что если это не ночь, я хожу туда-сюда из комнаты в комнату, и связь спокойно восстанавливается. Самостоятельно, да. Ну, как я уже сказала, сегодня речь пойдет не только о том устройстве, которое у меня есть и я не долго пользовалась, а еще и про вот эту коробочку, вот этот Orange, так называемый, который заявлен как супер-пупер устройство, которое прям, ну вообще, все райлики ему проигрывают. И мне, конечно же, было интересно, а че, блин, в нем такого? Ну не просто же так его все нахваливают. Понятное дело, что я какое-то время им тоже попользовалась, и, собственно, сегодня расскажу свои впечатления. По сравнению с тем, который у меня был, че мне понравилось, че не понравилось. Ну и сложить общую какую-то картину со стороны обычного пользователя. Так что усаживайтесь поудобней и погнали! Итак, начнем с внешнего, наверное, вида, потому что, ого-го, он же похож на AirPods, вау! Ну, на самом деле, да, упаковка достаточно приятная, вот этот имеет soft-touch, при том, что я таскала его без чехла, хотя по-нормальному надо бы с чехлом, но так как я пользовалась недолго, я этим пренебрегла уж, извините. Плюсик, конечно же, отдаем корпусу, потому что даже с учетом soft-touch он нифига не запачкался нигде. Хотя цвет, ну, не совсем маркий, но так как я использую, ему было бы уже хана. Orange имеет реально гораздо меньший размер, чем тот райлик, который был у меня все это время. И по толщине, и по ширине, и по высоте, короче, по всем параметрам он меньше. И дело не только в самом корпусе, потому что даже если вынуть вот этот райлик из корпуса, все его внутренности, длина самой платы, аккумулятора и вот этих всех органов будет длиннее, чем Orange даже с учетом корпуса. Хотя, так как я, конечно же, разломала корпус вот этот вот, потому что он 3D-принтерный, достаточно хрупкий, и он у меня летал в подъезде на плитку несколько раз, я искала себе какой-нибудь корпус. И, как вариант, насмотревшись на вот это вот, пробовала вкладывать чехлы для аирподсов Pro. И туда как раз-таки содержимое отлично влазит. Но это для того, чтобы плюс-минус понимать размеры. Ну, корпус какой-нибудь другой потом закажу. В принципе, мне не особо важно, в чем лежит содержимое, потому что если содержимое работает, все отлично. А куда это положить и кинуть на полку, мне вообще без разницы. Или в сумку, да. Я же иногда выхожу из дома. Одно из характерных отличий этих двух райликов, это то, что один у нас имеет аккумулятор и заряжается либо через шнур, либо через беспроводную зарядку. Мощности аккумулятора хватало вроде как дней на 5, если я не ошибаюсь. И меня это очень даже устраивало. Да и я никогда не следила за зарядкой. Просто в какое-то свободное время, или когда я сплю, ложила возле кровати на зарядку, и вся эта конструкция у меня подзаряжалась. Ну и в принципе, обычно, когда человек идет спать, он раллик кидает где-то возле себя. В первое время я как придурочная кидала раллик обязательно где-то под себя в кровати, потому что, как я уже говорила, думала, что он должен был находиться где-то рядом с помпой. Какая я была идиотка. Короче, лично меня очень устраивает аккумуляторный вариант любых диабетических устройств, потому что не надо покупать батарейки. Ёпта! Как всегда. Уже, наверное, где-то час прошел, как я отцепила и забыла обратно катетер прилепить. Как я еще живая вообще. Так вот, батарейки для меня просто какой-то ад. В идеале для всех этих устройств надо использовать какие-то хорошие батарейки. Вот эти всякие энерджайзеры, варты и так далее. Может, для кого-то это мелкие расходы, но, честно, тратить деньги еще на батарейки, когда можно не тратить эти деньги. Ну, типа, блин, не люблю батарейки, вот честно. Тем более, в том случае, когда ты пользуешься петлей, тебе нужно еще на саму помпу тратить. Батарейки 4, блин, в месяц. Ну, вот вообще, вот прям вообще не хочется. Я тут недавно решила пособирать батарейки, потому что, когда их вот прям вот столько накапливается, уже как-то начинаешь задумываться, что как-то непорядочно их выкидывать в мусорку и надо сдавать. Короче, батарейки вызывают у меня какую-то грусть, жлобство и вот такие вот чувства. Некомфортно. Это я веду к тому, что в Orange у нас как раз и находятся батарейки. Две мизинчиковые. Но тут, слава богу, не такой идет расход, конечно же, как в помпе, потому что я, допустим, вот поставила две батарейки энергайзера, и Orange у меня проработал, не помню, или 16, или 17 дней. Ну, достаточно серьезный срок. И, по идее, это кому-то будет достаточно приятно, потому что батарейки у нас сели, мы их поменяли и дальше используем. Не надо ждать, пока подзарядится. Но, если честно, для меня вообще не представляет никакого дискомфорта аккумуляторный вариант зарядки, тем более беспроводной. По сути, беспроводная зарядка у меня постоянно подключена к сети и лежит на тумбочке. То есть, я иду спать и просто кладу ралик на тумбочку. Если для кого-то это какие-то сверхусилия, ну, извините. То есть, здесь у нас идет где-то 5 дней зарядку держит, а здесь дней, ну, давайте возьмем круглое число 15. Понятное дело, что это зависит от самих батареек. Вдруг вы в каком-нибудь фикс-прайсе купите. Теперь перейдем к функционалу и начинке этих устройств. Что они умеют? И поговорим про дальность связи, которая всех и интересует. Вот этот ралик, который у меня был, он имеет одну антенну, а в Orange их целых две. То есть, он коннектится еще ко мнеподу. Я сама мнеподами не пользовалась. Ну, если представится когда-нибудь возможность, чисто протестирую. Но я на 80% уверена, что мне не зайдет носить вот этот набалдашник огромный. Ну, такое себе. Так что это устройство многоканальное, наверное. Я в этих терминах вообще не разбираюсь. Короче, он работает еще со мнеподом. Это плюсик. Теперь хочу поговорить об отличительной способности Orange в виде вибрации. В том плане, что он вибрирует при подключении к телефону самому. И тогда, когда садится заряд батареек. И вот здесь я бы могла сказать, что это как плюс, так и минус. Во-первых, вибрировать он начал за сутки до того, как батарейки полностью сели. И постоянно гореть красным, кстати. А вот этот ролик, который у меня был, он в спокойном своем работающем состоянии. Постоянно горит зеленым цветом. А Orange горит у нас красным. Так вот, целые сутки этот Orange до того, как сядут полностью батарейки. Постоянно, прям постоянно, зараза, вибрировал. С довольно высокой частотой своих вибраций. Как я это заметила, у меня муж проснулся, потому что он лежал на тумбочке возле него. И реально он тарабанил по тумбочке писец. Днем как бы реально пофигу. Потому что много всяких других звуков. И он лежит где-нибудь в другой комнате. Ну, короче, его вообще не слышно, то что он вибрирует. Но вот вторую ночь, блин, я его положила на мягкую сидушку стула. И я не могла заснуть, потому что эта зараза постоянно жужжала. Логичным решением, чтобы такого не было, конечно же, надо просто взять и поменять батарейки. Когда Orange говорит, что скоро их зарядка закончится. Но так как я жматяра, я не хочу менять батарейки за сутки до их окончания работы. Поэтому мне пришлось взять этот Orange, унести в другую комнату, замотать в одежду. И оставить на какое-то мягкое место, чтобы не слышать этих звуков. Ну и так как я не подумала, куда его унести, я отнесла его туда, где у меня ночь пропала связь с петлей. Ну да ладно. Как по мне, индикатор окончания заряда, конечно, это хорошо. Но вот эти последние сутки, когда он истошно двигался и светился, чуть-чуть напрягли. Ну и перейдем к самому интересному, к тому, чего я, наверное, ждала больше всего. Так как считалось, что мой старый ролик имеет какую-то хреновую связь. И, к моему сожалению, оказалось, что нифига, что Orange, что вот это выполняют свою функцию одинаково. То есть, возможные отвалы, конечно же, не прекратились из-за всяких разных помех, в которых мы живем. Короче, в плане фактического назначения этого устройства, точнее его работы, разницы я реально вообще не заметила. Если кому интересно, выложу вот такие вот сравняшки, я в этом не особо понимаю. Но, может, кому-то, кто в этом разбирается, будет полезно это увидеть. И скажу еще одно уточнение, что на данный момент я пользуюсь помпой Metronik 722 и седьмым айфоном с установленным там приложением с петлей. А, и, кстати, еще хотела сказать, что если вы будете пользоваться Orange, то обращайтесь поаккуратнее с вот этой крышечкой. Потому что, ну, такая она хлипенькая, надо очень аккуратно. Ну и нарисованный плюсик и минус чуть-чуть меня смутили для такого достаточно дорогого продукта. Помимо батареек, вроде еще можно пользоваться там какими-то аккумуляторными батарейками. Ну, типа это не рекомендуется, но вроде кто-то использует. Если будет интересно, поищите информацию об этом сами. Ну и, в принципе, это все, что я хотела рассказать про эти два устройства. Похожие, но немножко разные. Ну, чисто для себя я сделала вывод, что начинка плюс-минус одинаковая. И разница не особо велика в плане функционала. Отличается элемент питания. В Orange есть вибрация. Возможность использования сомниподом. А так, ну, блин. Световой индикатор отличается по цвету, я не знаю. По качеству связи разницы реально я не заметила. В заключение хочу сказать, что петля это ВО. И все к ней стремитесь. Это суперкрутая вещь, которая освобождает нас от многих заморочек, связанных с диабетом. Ссылки на ролики я оставлю в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк. Только не два, а один, пожалуйста. А то если два, он просто снимется, и я буду грустить. А обязательно поделитесь в комментах, был ли у вас какой-либо опыт с петлями. На андроиде или на iOS, неважно, чем вы, блин, пользуетесь. Нравится ли вам такой вариант, либо есть какие-то проблемки. Проверьте подписку на мой канал, потому что зачастую многие смотрят видео без подписки и пропускают выход новых. А это иногда очень даже важно и полезно. Быть в курсе всяких новиночек. Как всегда, всем огромное спасибище большущее за донаты, которые вы мне присылаете. Мне очень-очень-очень приятно. Вы меня поддерживаете, это очень-очень круто. Для такого блогера, как я, в достаточно узкой сфере. Напоминаю, что у меня также есть инстаграм и телеграм-канал. Все ссылки, как обычно, в описании под этим роликом. Ну что ж, пока! Субтитры сделал DimaTorzok